Есть хорошие соперники. Слышим Александра Загорского. 70 сантиметров вес 70,6 килограмма. Его профессиональный рекорд 14 боев, 12 побед при двух поражениях. Его стиль бразильская джиу-джитсу. Дамы и господа, из Душанпе, Таджикистан, Ивчихов Антонов! День ряда шоу. Субтитры делал DimaTorzok Ну что ж, первый раунд. Ивтихор Арбобов. Перчатки с красным скотчем. И мы видим Олег Хачатуров, начиная с прямых ударов. У него перчатки синим скотчем. Легкий вес весовой категории до 70 килограммов 300 граммов. Ну такой очень-очень атлетичный таджикский боец этой весовой категории. Как-то вот крупный, да, массивный парень. Но он такой крепко сбитый, метр семьдесят рост. Попытка тейкдауна со стороны Ивтихора. С первого раза не получается. Ивтихор, я так думаю, будет переводить в партер. Раз у него стиль бразильская джиу-джитсу. Это его стихия. У него такая комплекция борца, такая, так сказать, структура, конституция. Конституция, да, конституция. А вот Олег Качатура, да, вот более такое видно, что подсушен ударник. Вот мне кажется, как раз-таки Ивтихор, мне кажется, даже, ну, гоняет с 80 где-то. Ну, нет это ощущения. И в день боя он явно не 70 весит, но 75, наверное, где-то. Ну, обычная практика, можно 70 килограмм набрать. Различными разрешенными способами. Ну, просто наесть. Просто наесть. Правильно, пить, есть. Как-то мед, мед, орешки, да? Ну, мед, орешки это до боя, до взвешивания. А потом уже каждые два часа по пол-литра воды. О, попадает хорошо. Ну, видно, да, что хорошо обучен именно работе в стойке. Олег Качатуров, у него такие прям четкие боксерские удары. Потому что бывает, да, бьют бойцы в ММА, ну, так скажем, как коряво как-то, да? Корявые удары. Очень неприятные. Мне не нравятся вот эти. Тяжело их контролировать, тяжело от них уходить. Вот этих корявых ударов. Ну, да, попытка, снова попытка от Арбобова перевести в партер, но видел эту попытку Качатуров и вовремя убрал ноги. Олег хорошо, да, контролирует эти проходы, эти всплески. А так. Достаточно хорошо себя чувствуют в стойке. Хороший правый через руку крюк. Я думаю, что неплохо так выставил на джеб соперника Качатуров. И вот именно на этой дистанции ему и нужно работать. Сближаться не надо. Главное, не пропустить, не прозевать момент, когда захочет пройти в ноги его соперник. Мне кажется, вот так вот. Да, или какой-нибудь такой удар. Корявый коряга, как я называю. Ну, вот видно, видно, что Качатуров чистой воды боксер, потому что лоу-киков мы не наблюдаем. Да, и конституция у него такая боксерская. Ну вот, зашел в клинч в стойке Арбобов. Что я и говорил, что будет переводить в партер. Интересно, как Качатуров себя проявит в партере. В общем, пока никак не проявляет, даже находясь сверху. Грузит шею в Тихор Арбобов. И еще умудряется снизу так попадать по сопернику, учитывая, что Качатуров тут открыт. Я еще раз повторяю, что бразильская джиу-джитсу, да, вот эта позиция является атакующей. Поэтому многие бразильцы после того, как там пропускают удары, оказываются на стиле октагона, не спешат подниматься и наоборот. Давай сюда. В своей стихии находятся и спокойно обрабатывают, бьют. Ну вот там попытка Лаоктябрла со стороны Качатурова. В принципе, неплохая, но ему не хватает пространства. Ему не хватает пространства и не может он выпрямить спину, потому что нагружает спину Ихтитор. Да, нагружает спину его оппонента. Заканчивается первый раунд. Ну вот да, вот да, здесь попытаться Олегу Хачатурову. Попытка треугольника, я так понимаю, да? Да. Подготовка к треугольнику сейчас будет дорабатывать, если получится. Если хватит времени. Заканчивается первый раунд, уже менее 20 секунд. Я думаю, что долежит, находясь сверху Олег. Какое-то время мы видим, да? Пару раз он даже вот сейчас достал. Бьет, бьет. Причем бьет как бы не то, чтобы шлепает, да? А там пытается вложить корпус. Вкладывается, да. Ну здесь в Баттере вообще тяжело в корпус вложить. Ну по крайней мере, ну то есть он... Да. Какое-то движение все равно есть. Ну на мой взгляд, первый раунд за украинским бойцом. Да. По совокупности действия за все пять минут. Иптихор ничего не сделал. Сам как бы, да, перевел. Баттер затянул на себя. Не реализовал. Пытался треугольник провести, но у него не получилось. Очки набрал Олег. Олегу сейчас главное просто не допустить перевода в партер и продолжать работать в стойке с дистанцией, разбивать соперника. Да, спокойно работать в стойке. Вот я, кстати, по поводу работы в стойке смотрел я поединок какого-то одного из американских промоушенов. Но это не Белла Тор и не UFC, и даже не World Series of Fighting. И там все три раунда, все три раунда бойцы работали исключительно в стойке. Ну, то есть слоу-кика, ну, такая чисто кик-боксерская была ситуация. То есть даже не было попыток ни с одной, ни с другой стороны перевода. Видимо, когда два ударника таких чистых встречаются. Да, видимо, их устраивало это, спокойно работали. Один из лучших ударников, кстати, очень мне понравилась его яркая победа на турнире. По-моему, это был UFC в Бразилии. Эссен Барбоза, кстати, представитель легкого веса, тогда нокаутировал коленом Бенила Дариуша. Бенила Дариуша, который побеждал Магомеда Мустафаева, если мне память не изменяет. Ну что ж, наседает, вот проходит удар у Арбобова. Хачатурову нужно быть внимательней. Отвлек, отвлек он Олега. Я про Эфтифора и... Снова работа в стойке. Олег практически ногами не бьет. Да, чистой воды боксер. Хотя мог ножкой встречать в печень, взбивать атаку. Эфтифора. При этом мудряется пропускать такие размашистые крюки, да? То есть низковата у него передняя рука. Видимо, подсказали в углу. Попытка она взять на болевой со стороны Эфтифора Арбобова. Да, фишка из джиу-джитсу прошла. Посмотрим, как себя чувствует в партере Олег. По-моему, не очень. Вот у меня ощущение, что он немножечко даже не знает, что делать. Ну, мне кажется, не ожидал. Что так быстро. Да, что такой будет перевод очень нестандартный, видимо, для него. Он пытается сейчас отвечать. Ну, вот он не пытается восстановить защиту. Маунт что-то вот вцепился в хавгард. Видимо, паникует. Была у него возможность вытащить ногу. Колено пускает в ход. Так, спросите, локоть, конечно, да. Локоть. Ну, мог бы и пустить в ход колено здесь, кстати, и в Тихор. Ну, очень-очень жестко, да, работает локтем. Вот локоть, это очень опасно. Вывернулся. Все-таки удалось вывернуться Олегу Хачатурову. Ну, и здесь повстречать, побить, побить в стойке. Вот, кстати, действительно, ты прав, Сергей. Зря не работает ногами. Не бьет ногами, точнее, Хачатуров. Есть возможность, просто мог хотя бы лоу пробивать, чтобы хоть чуть-чуть отвлекать от рук. Да, да, да. Кинул лоу, пробил свою любимую там серию руками. Я думаю, это было бы достаточно. Вот вопрос. Опа! Ну, и сейчас будет гильотина. Гильотина. Ну, Хачатуров сам себе привез эту ситуацию. Привез, да. Время предостаточно. Вопрос, не затекут ли руки. Опа! Повезло сейчас Олегу. Ну, как повезло. Здесь относительно. Относительно. Этот прием очень тяжело сделать, я так вам скажу. Особенно в перчатках. Без перчаток, да, намного проще, намного эффективнее. Но в перчатках там другая работа. Просто сегодня даже на тренировке мы отрабатывали, совсем другая работа. За перчатки легче прихватывать. Легче там все равно. Есть, да, вот этот поролон, прослойка. Вот локти, то, что советуют угловые Хачатурову. Слышат, да, и работают. Вот, здесь неплохо. Здесь неплохо у Хачатурова получается. Главное не дать себя затянуть в эту ситуацию. Да, и не оставляет ручки прямыми. Тоже это очень тревато, очень опасно. Вот спину выпрямил. Он пытается по этажам работать, Хачатуров, да, он переводит по корпусу. Да, ему сейчас надо работать, чтобы выровнять этот раунд. Свою пользу как бы вернуть в свое русло. Так, сайт-контроль со стороны Хачатурова. Боковой контроль. Но так не до конца. Опа! Может, сейчас, кстати, интересная ситуация. Может подать спину Арбобов. Видит ли, понимает ли это Олег, вот вопрос. Олег не будет забивать. Мне кажется, он будет просто разбивать. Хотя он мог, да, в бэкмаунт запрыгнуть. Мог, мог запрыгнуть, но я думаю, это было бы чревато для него все равно. Потому что мог бы там смастить, как-то скинуть и свипануть. Да, 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 видимо, он действительно уверен в своей технике грэплинга Олег по четверо. Я думаю, что Пейс после этого боя, конечно, ему будет над чем поработать. Есть над чем поработать, конечно. Независимо от исхода поединка. Ну что ж, я считаю, что в концовке второго раунда так чуть-чуть подровнялась ситуацию Хачатуров. Да, да. Вот реабилитировался. Реабилитировался и, видимо, вернулась в какой-то степени к нему хладнокровие. Все же, это же очень важное. Такие прописные истины, очень важное. Вот сейчас показывали повтор, как он... Мне кажется, просто поскользнулся он. Думал, что будет тихо проходить в ноги. Да, да, да. Он хотел убрать ноги под скользку. Так-то в идеале нормально он отбросил ножки, но здесь больше сыграл такого факта. И Абробов, кстати, тут же молниеносно воспользовался ситуацией. Он понял, что ага. Сегодня вообще диджей хорошо работает. Диджей, да, вообще молодец. Разнообразие музыкальных стилей. И рок был, и хип-хоп. Национальная музыка, я думаю, еще будет. Вот результаты ударов Хачатурова на лице, кстати, и в тихора. Хотя и там есть небольшая исечка в районе переноси бланшек и у Олега Хачатурова. Итак, друзья, легкий вес, весовая категория до 70 килограммов 300 граммов. И в тихор Арбобов представляет он Таджикистан. Местный боец против гостя из Украины Олега Хачатурова. У Арбобова больше поединков. 12 побед, 2 поражения. И 6 побед, 2 поражения у Олега Хачатурова. Попадает сейчас справа размашистым боковым Арбобов. Так выманивает, выманивает на себя он Хачатурова. Но заметно спал темп в этом поединке. Опа! Подустали, подустали бойцы. Был шанс у Хачатурова сделать гильотину, но перешел он, что ли? Я не знаю, зачем он сейчас на это повелся. Олег, мог спокойно ножками расстреливать его в стойке, чтобы тот встал и работает дальше. А бывает такое, кстати, Сергей, во время поединка ты делаешь какое-то действие, а потом уже походу думаешь, а зачем я это сделаю? Да, бывают инстинкты, что-то срабатывает. Потом думаешь, надо было что-то другое сделать. Но попадаешь в такую ситуацию очень плохую. Слушай, Ак, если брать твой конкретный опыт, как быстро ты читаешь соперника или тоже все по-разному? Или, допустим, тебе сразу ясно, как он будет действовать? Да нет, по-разному. Разные соперники ведут себя по-разному. Вот если бы такой боец, как Евтихор Арбобов был в твоем весе, как бы ты с ним себя? Ну, я бы не залазил бы, в принципе, в нему в квартал. Ну, мы видим, что Олег Кочуторов очень неплохо сейчас разбивает Евтихора. Он дает ему возможность провести какой-нибудь прием. Ему надо было еще поразбивать его в стоечке. И потом уже сделать тейкдаун, занять позицию и уже так же спокойно разбивать. Ну, практически перестал защищаться и в Тихо. Так, бывает и так. Добил. Бил, бил и добил. Ну что ж, мы поздравляем Олега Кочуторова. У него была очень такая непростая напряженная ситуация в этом поединке несколько раз. Да, я бы сказал, такая качеля. Качели были такие, да. Ну, вот я сколько наблюдаю грэплеров и выходцев из бразильского джио-джисса. Вот они грешат, затаскивают на себя, пропускают удары, начинают теряться. Я говорю, очень тяжело соображать, когда по тебе бьют. Такие тоннажные удары, особенно, да, локтями. То есть, если ты затаскиваешь на себя ударника, будь готов, дружище. Будь готов выхватывать их. Ну, Олег Кочуторов молодец, все же удалось ему. Да, реализовал. Ну, с другой стороны, здесь, мне кажется, и в партере вот то, о чем ты говорил, где-то недоработал лифтехор Арбобов. Вот как раз то, о чем ты говорил. Мне кажется, Олег Кочуторов до сих пор не верит, что он выиграл. Олег Кочуторов, кстати, никакой бурной радости. Видимо, достаточно самокритично к себе относится. Уважение его сопернику и втихору Арбобову.